Тем временем я завидую первым христианским миссионерам, они действительно были свободны. В моем случае получалось иначе. То есть, если бы я был свободен в своих действиях, это одно. А так, получалось, что я по всем направлениям был связан. То есть, и с местным духовенством, которому, в общем, не нужен человек из Москвы, там в Абхазии. Для нашего МИДа тоже какое-то пятое колесо в телеге для посольства. Патриархия мне отвечает, что у него нет средств на эту миссию. Я сам, простите, не священник, я не могу зарабатывать деньги на требованиях. То есть, и одно из двух. Или я должен искать деньги на эту миссию, или заниматься. А ресурсов никаких. Официально я там никто, да. Все от меня отрекаются, потому что официально территория Грузии с очень нецерковной. Поэтому я не имею права там находиться, да, что-то делать. В общем, поэтому где-то вот полтора года мытарств, своеобразный, конечно, опыт. Приходишь в школу провести урок, директор школы первым вопросом, а что вы нам подарите? Религиозность абхазская, да, она своеобразная. Опять же, понимаете, вот здесь такая штука, очень интересный вопрос, который состоит серьезное обсуждение. Допустимая миссионерская ложь. Ложь во благо. Ну, дело в том числе, что абхазам, например, очень нравится идея о том, что их традиционная религия, дохристианская, не была языческой. Дескать, у нас мы тогда верили в единого Бога, и мы никогда не были язычниками, и поэтому, став христианами, мы почитаем того же Бога. Если с этим тезисом согласиться, несомненно, будет легче проповедовать. Но элементарное знакомство с научно-этнографической литературой показывает, что это не так. Самый натуральный и многобожий, и тот, кого они называют своим единым Богом, на самом деле, отнюдь не таков. Но это типа, все равно, что сказать, вот, Зевс, это единый изначальный Бог греческого мира. Представляете, грек тебе такое говорит. Ты с ним сразу соглашаешься. Мне безумно нравится фраза Гераклита. Слушайте внимательно. Единое только одно. Оно хочет и не хочет называться именем Зевса. Удивительная богословская формула, на самом деле. И я бы сразу согласился с Гераклитом, философом, в этом вопросе. Проблема в одном, что когда начинаешь считать не Гераклита, а Гесиода или Гомера, то понимаешь, что Зевс отнюдь не изначальный Бог. Он Кранит, называется, сын Кроноса. А тот тоже не первый, потому что до него был Уранос. И у них крайне непросто, отнюдь не отношение нашей идеальной троицы, взаимной любовь и послушание. А там, помните, скорее, взаимная констрация бесконечная, там, и так далее. Войны, интриги и прочее. То есть нормальная коммунальная свара на небе. Вот нечто подобное и в абхазском мифологии, когда начинаешь в него повооружаться. Но расскажешь это своим абхазам, не понравится. А вот погладишь по головке, да-да, конечно, один у вас был Бог, вы и тогда были умнички в древности. И вообще, вы знаете, вы абхазы. Это мы, русские, по деревням лазили обезьянами в пятом веке, а у вас уже храм в Пицунде стоят. Замечательно слышно. Какое-нибудь отношение к этому храму имеют? Лучше этот вопрос не ставить. Или, скажем, серьезнейший вопрос. Какое отношение те, кого мы сегодня называем абхазами, имеют к абхазии? То есть есть факт. Есть потрясающие древние христианские православные храмы на тетеррии абхазии. Было древнее православное абхазское царство. Была абхазская православная церковь. Все это правда. Вопрос только в том, те, кто сегодня там живут, какое к этому я это нашел. Парадокс стоит в том, что сами себя эти люди называют абсуа. Страну свою называют абсны, не абхазию. А слово абхазетия – это слово грузинское. То есть те, кто когда-то называли себя абхазами, это была часть грузинского этноса, типа Мегрел и так далее. И, скажем, грузины считают так, грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутентичные абхазы, православные и так далее, единые с грузинским народным церковью и так далее, они были вырезаны и изгнанными турками в 16-17 веках оттуда, с этого побережья. И отчасти исчезли, отчасти ушли в глубокую горную грузию туда, на восток. А на опустевшие прибрежные земли турецкие власти спустили черкесов с гор. И сказали, вот вы теперь живете здесь. То есть получается, что нынешнее население Абхазии, они там не дадут. Но им льстит считать себя строителями тех древних храмов и их наследниками. Как скажем, валахи балдеют от того, что а мы наследники древних римлян. И называют себя румыны, румыни, румане. Мы наследники древних римлян, хотя какое отношение даки имеют к Риму, весьма-весьма такое отстраненное. Но хотя бы румыны, они честно говорят, у них там культ в Румынии императора Трояна. Почему? Потому что Троян покорил даков. И вот потрясающая история, да, то есть народ чтит своего завоевателя. Потому что нас, варваров, тем самым присоединили к европейской цивилизации. В Абхазии обратная ситуация. То есть они тех древних Абхазов не победили, без их помощи как-то эта депортация произошла. Но унаследовали их землю, отчасти их имя, но не для себя, для туристов. Себя они не называют Абхазами, я много говорю. Только вот на русском языке и беседах с иностранцами. И отчасти другую историю. Но, вы понимаете, если я начну это рассказывать Абхазам, они очень не обидятся. Назовут грузинским агентом. А вот если сказать, да-да, Абхазы древнейший православный народ на земле. Вернитесь к вере ваших предков. Боюсь, что исторически это будет, значит, не исторически, это будет неким лукавством. Но миссионерство очень эффективно. И вот, я хочу сказать, да-да. Спасибо. Продолжение следует...